Привитос Амигас продолжается Beyond Two Souls Нахрена я это говорю В названии видео все написано Даже наверное спойлер в названии Спи, принцесса Как Нейтан Когда я его увижу Я не знаю зайка Он три дня не выходил из кабинета Напоминаю в прошлой серии Семья Нейтана разбилась Больше всего на свете А ЦРУ обещала отпустить Главную героиню Нахера мы теперь смотрим этот базар негрой девочки А я скажу нахрена Потому что они намекают на то что Джуди заменила Нейтану Дочь погибшую Он ее считает Видимо своей дочкой И сейчас Видимо это станет Чем-то ключевым В развязке То есть сейчас видимо Будет какой-то выбор Послать Нейтан или не послать И надо будет подумать Наебывает он вас или нет Откровенно говоря Внешность Вильяма Дефо Играет против него Потому что он похож на наебщика Заебись Какая у нее улыбка Странно что Джуди Под себя Мокрым не сходила Боже блять Да мне вообще страшно Сука Какой нахуй Хел Даже я сейчас Блять Буду плакать Как маленькая девочка Представляю как Как главная героиня Должна блять Обоссаться от этого всего Дамы и мать его Господа Леди Джентльмены Хуя она умеет Айден А ты можешь прогнать ее К хуям собачьим Куда она смотрит Непонятно Блять То Айден может от нее На километр отходить То вообще не на шаг Борода какая-то Ну пойдем узнаем Что хочет нам показать Этот призрак Может это доброе привидение У нее доброе лицо Хоть оно и испачкано Кровищей Жуть какая Мне не дают Свернуть в сторону Хотя чтобы я шел за ней Так где она Нету ее Почему то ее нету Ух ты блять Скримерашвили Завезли Блять Зука Смотрится она Жутко в этой игре Может я давно В хорроры Не играл И мои булки Стали нежные Давненько Сфинктер Не выдавливал Старого доброго Кирпича Советского А122 Блять Ну теперь Я точно Нахуй туда не пойду Тебе что вообще Пофигу малая Куда ты смотришь Твою мать Там что сзади Кто-то стоит А где А где жена Его тогда интересно Возможно Мать этим временем Заходит Сзади Айден Спаси Сохрани Твою медь И куда это мы Почему Блять Вообще Двери Ночью Не закрыты А Девочка Привела К отцу Сказали же Нейтан Три дня Не выходят На связь Что ты бродишь Среди ночи Ложись спать Давайте посмотрим Его ауру Скажи им Что ты их видишь Может они ему Привет передадут Да он Сопли свои Вытрет Ааа Сейчас она ему Будет говорить За них Ну готовьтесь Плакать Пацаны Теперь понятно Зачем ему Портал Он хочет Вернуть Свою Мертвую Семью Может он захочет Навсегда свою дочку Внутри Джоди Поселить А Печалька Нейтан Но с другой стороны Тебе Дали понять Что Жизнь после смерти Существует И что ты реально Типа Когда не то Что попадешь Остальные Блядь Об этом Только мечтают А вот Ты теперь Знаешь Наверняка Как насчет Удариться В религию А то вдруг Тебя после смерти Отведут Нефтеворота И ты получишь Не жену С дочкой А кочергу Между булок Раскаленную Без всякой смазки Как в гонят Тебе Черенок Че то он Блядь Задумал По любому Че то он Сука Задумал Он мутный Вообще Как Сука Вода В болоте В Казирстане Теперь только у нас Есть доступ В инфромир Перед нами Открываются новые Стратегические перспективы Расслабьтесь Там нефти нет И она это слушает Ебучая Америка Сука Давайте блядь На них Сейчас прям Тополей набросаем А то потом Придется драться С привидениями Нахера О блядь Этот Металгировец Новоиспеченный Сидит Что ему Айден Глазик не вырастил Криштьяно Пидоральдо Посмотрим Ничего тут Не угрожает Схерали Криштьяно Криштьяно Небольшие Проблемы Со звуком Поэтому Столько склеек Пытаюсь Блядь Прибавить Хоть как-то Эту сранную группу С пентагоном Не склеился Поначалу Она была громкая Теперь тихая Наоборот Цинизм Как дети Малые С новой Игрушкой Ну Говорят Теперь Не только Анальные Санкции Будут Складывать Но и Астральные Мы в этом Участвовали Они сказали Нам Что так Надо Слышишь Мы добились Лишь Того Что теперь Они одни Контролируют Инфрамир Ну Райан То типичная Пешка Он скажет Блядь Не мы Так Другие Бы это Сделали Уеду Как можно Дальше Отсюда Постараюсь Забыть О кошмаре Каким Была Моя Жизнь Ну А ты Куда В ЦРУ Обещают Сладкую Жизнь Высший Эшелон Гольф Дорогие Тачки А я Послание Леонида Спарту Понесу Ну В смысле Я как тот Одноглазый Спартанец Ну Ты поняла Мой тонкий Юмор Да Жанни У нас С тобой Все было Сложно Я совершил Не одну ошибку Сука Лучше Б тебе Яйца Блядь Отрезали Они Глаз Вырвали Заебал Ты Уже Начнем С чистого Глиста С чистого Глиста Ты Начнешь Ты Нафиг Айден Говорит Нет Я привыкну Айден Привыкнет Ко мне Да Блядь Конечно У нас есть Кое-что Общее Мы оба Тебя Любим Отказаться Гласиться Я подумаю Это значит Нет Но я подумаю Тебе уже Тридцать Блядь Какое тебе Там время Нужно Скоро Твой Пубертат Блядь Высохнет Уже И все Понимаю Будешь Айдена Нянчить Но в любом Случае Я всегда Буду тебе Другом По переписке Смсками Чувак Пойдем к нему Пойдем к нему Он ему Факт показал Нет Я тут Припас Бутылочку Хорошего Виски Разопьем Нет Я что Да ладно Не хочу Пить в одиночку Хороший Виски В общем Я за тобой Зайду На бананах Настаивали Мне кажется Что Все тёлки Которые играли В эту игру Дали Райану Ещё на первом Свидании Не просто Принять Решение Мой адвокат Велел мне Не обсуждать Это с неграми Понял Не моё дело Спасибо тебе За забором Эй Том Пойдёшь Куклук Склан Ширка Тебя не возьмут Ну чего Финально Это какая-нибудь Хуйня Случится Интересно Или что Или мы будем Блять Её личную жизнь Обсуждать Сбоку Эллен Пейдж Вообще Не очень Вот он Сфинктер Космоса Чёрное солнце Да Чёрное солнце Самый мощный конденсер В остальной Нет Это не чёрное солнце Это Космический туз Просто Чтобы его изучать И он уже пульсирует Готовится выдавить Выдавить на землю Живым оттуда не выйдет Очередного российского эстрадного музыканта Там все кошмары человека Да Там все кошмары человека И шарманка Блять Я за тебя умру Посмотри в глаза Мне Блять Всё это Всё это Детища космического Сфинктера Бля Которым он срёт на землю Вот мы и пришли Позвони мне Как закончится Куда мы пришли Блять В коридор Нихрена Ты меня привёл Вот это Да Что бы он не сказал Оставил В следующий раз Я короче Буду тёлку домой везти И так Короче Это Зайдём Так в подъезд Нет Нет Даже дверь К домофону Подаем И скажу Ну вот мы пришли Присаживайся Или чё-нибудь такое Мэй камин Мазафака Нихуя ты Президент В этой планете Классный кабинет Блять Да тут Поди На пол харкать Нельзя теперь Да у тебя Нихуя-то Устроился Ой Плитку Смотрю Молдавань Положили Новую Бальку Такая Крупная Крупная Кафельная С надписью Сколько Заполы Отдал Вильям Давай Раскрывай Свою Сущность Зелёный Гоблин Да Немножко Вильям Дефо Похож На Обезьяну Мне кажется Тебя Больше Нет Да Ладно Ведь Тебя Больше Нет Все Те Же Звезды Все Российский Паспорт Все Тоже Луны На Свет Ты Теперь Элизабет Норд Новая Жизнь Новая Норд Фамилия Мамы На Хули толку Они Будут Знать Где Тебе Найти И В Случай Чего Сколько Сколько Нулей 500 Тысяч Долларов 500 Тысяч Долларов Это За Твою Работу По Нынешнему Курсу Ты Можешь Купить Себе Самару Конечно Принять Спасибо Ну В смысле Ладу Самару Конечно Не Город Город Мы бы Ей не Продали Вот Через Пару Лет Ну Я Знала Что 500 Тысяч Нельзя Просто Взять Ну Давай Дай Поговорить С семьей Давай Пиздани Мне Это Когда Сядешь В Нежинай Дочь 15 лет Назад Погибли В аварии Ну Ты Поговорила Я Не Хотел Жить Я Плакал Бился Башкой А стены Спрашивал Себя За что За что Почему Они Я Не Мог Больше Обнять Это Рано Не Заживало Три Дня Но Я Встретил Тебя Нет Ты Сначала Ее Встретил А Потом Родители Ой Семья Твоя Погибла Все Еще Здесь Со Мною Понимаешь Чувак Ты Бл*** Путаешься Ну Так Я К счастью Не Вижу Больше Правительство Дало Мне Все Что Нужно Для Изучения Инфра Мира Он Точно Тут Костюм Гобля Нахранит Ну Я Хотел Вновь Увидеть Семью Ну Я Так И Понял Бл*** Ушли Годы Но Наконец Удалось Создать Вот Что Это Так А Че Их Сдувает Им Че Того Не Кайфово Нихуя Им Не Похоже Что Мамка Радуется Она Ржет Там Что Или Орет По Моему Им Тут Не Очень Круто Прихожу К ним Каждый День Скоро Мы Будем Вместе Бл*** Не Проще Тебе Застрелиться Я готовлю Новый Конденсер Который Позволит Нам Общаться С Духами Беседы С Умершими Представляешь Конечно Представляю Я Курила Бл*** 12 лет На вечеринке А Че Так Тихо Бл*** Голос То Стал Не Решат Согласимся Давай Попробуем Это Очень Интересно Может Они Сейчас Скажут Не Надо Бл*** Иди Нахуй Остаешь Неспокоя Бл*** Заебал Давай Айден Покажем Му То Что Гробовой Не Смог Че За Бл*** Мне В чью Голу То Надо Прицелиться А В ее А Я К Нему Все Улаж А Почему Она Молчит Я Так Скучал Пусти Нас Нейтан Нам Больно Ну Бл*** Дай Нам Уйти Это И так Было Видно Что Им Больно Дай Нам Умереть Нет Врешь Блядь Кэлен Так Не могла Сказать Ты Держишь Их Разрывает Между Двух Миров Ты Все Врешь Неправда Они Любят Меня И Снова Хотят Быть За Мной Их Разрывает Как Дырку Саши Грей На Генбенге Они Страдают Нейтан Если Ты Любишь Если Если Правда Любишь То Должен Отпустить Смерть Не Обманешь Не Обманешь Смерть Ничто Поняла Ничто Блядь Музыка Перекрикивает Нейтана Почему-то Прощай Нейтан Шмальни Смерть Смерть Шмальни Смерть Смерть Шмальни Чем-то Смерть Шмальни 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 Смерть Конденсер Он Блядь Делает Коноплю Блучше Выращивал Блядь Чтоб С духами Общаться Сорта Там Новый Выводил косяк умершая прабабушка каком такое название а эту дурь я называю приход наполеона чё за ему бой тут такой это тетя какая-то гадик счетая я что-то не уверен что мне надо просто уйти отсюда я думаю один должен вернуться и грохнуть ну камера конечно даже не поворачивается нет он стоит в позе кришьян и рональда который хочет пробить пенальти что-то не знаю может это что-то значит но мне чё надо просто из здания выйти не понимаю в чем прикол вспомнить где лифт наверно вот я знал что не все так просто поганые ублюдки блять я выдеру ваших мам о генералиссимус америки здравствуй здравствуй хуй мордасты привет маккейн блять чё у тебя за погоны таких вперед у нас трудное положение тебя нельзя трудное положение это когда ты стоишь араком блять и у тебя штаны спущенные руки привязаны вот это блять трудное положение скоро я тебе его покажу могу кто-то там магрич макградч ведем тебе нейротоксин который как мамку как маму макградч но ты не магградч на врачов блять наш сук сам натуральный простое и элегантное завершение нашего сотрудничества когда же вы дебилы запомните мы всегда будем тебя признать да наверное никогда блять айден ну-ка давай-ка заебашь шоколадного сейчас наверно айден будет освобождать ее из плена препаратов это чё такое вообще это она уже чё она лежит а это она сидит а ее обшторивают так это вот так они себе что ли наркотики представляют не было у меня перед носом помоги на это я осуществлю мечту человека теперь больше никто не умрет больше никто не лишится близких ах ты крыса ебаная а чё ты я его просто отключу инфрамир заполнит наше измерение жизнь и смерть вместе в одном мире на той стороне не только душ ну и кто я победил смерть но и без теперь будет хорошо ты что не веришь мне все будет хорошо но не у всех да если бы джейтан была бы с наркотиками под наркотиками она просто сказала да чувак делай чё хочешь мне уже похуй вообще на прибавь нейтан прибавь хе 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 тебе чё жалко давай под наляжем на иглу ты слаб айден придумай что-то ты ты слаб помоги мой взмах крыла и ты спасён скорей что это куда это он наверно он коул у меня ведёт а где же остальные Винс и Ник вывольнительный полагаю валяются они бухают здесь то есть даже дня не прошло моментально здесь оказался надо что-то сделать блять чтобы они поняли а мне тут надо пару письм отослать надеюсь ты не возражаешь а потом приступу конечно пару письм тебе надо отослать давай мужчины спасайте меня ёпты эй мужчина вставай и ищи на где я вы тупые блять сука тебе чё мониторы со стола сбросили негр думает что так и должно быть смотри вот еблан тупой господи вы держите здесь существа? боже упаси они все внутри защитного поля айден? это ты сам существо это ты айден? это не смешная шутка чего я могу быть здесь? что айден? где джоди? айден, возьми карандашик и напиши ёпта чё-нибудь или ты тут швырять всё можешь веди нас ааа, веди вас так как блять я ж должен чё-то швырять а дальше? сюда чуваки давай голубым где бля лифт то? а, мне указано куда идти у меня нитки есть да, я понял хер ты чё понял можно было сразу блять в конце лифт открыть и чё слепые или тупые а, ну она в соседнем кабинете видимо, да? а, она на другом этаже ещё надо им этаж блять сказать какой, да? нам надо ехать на лифте, так? капитан догадливости блять, а на каком он этаже? а, он чё? он сам тыкает куда надо в хеверейне такие штуки интереснее обыгрывались там ты должен был запоминать во что был сын одет это конечно ни на чём походу там не сказывается бля вообще ну, задумка блять интересная чуть-чуть не допилили чёрт охранника я разберусь дайте я лучше разберусь у меня допуск третьей степени он сам простите мистер фриман у вас нет разрешения для входа на этот этаж конечно блять я же чёрный моё дело ваше в лужайку постригать блять пусть и поссать меня чувак четвертого уровня секретности вам доступ запрещен да, как полы мыть так можно блять хорошо, ну давай айден сделай что-нибудь айден ну опять айден блять чё, что сразу делать что-нибудь айден а чё сделают задушить этого мудака нельзя сто сорок два, слушаю да ладно, вот печатать на компе айден может а на мониторе он им напечатать что случилось не мог блять готово Думаю вы ошиблись, проверьте ещё раз Гоу Фриман и Райан Лейден Экзибит и Эминем может так сработает, хуй знает да, Экзибит и Эминем доступ четвёртой степени простите меня простите меня император и заместитель императора быстрее айден веди к Джоди ну если вы блять прекратите шагать друг в друга блять и мы реально куда-нибудь пойдём то так, а дальше? а стекло блять битое ты не видишь, мудофил? а это, это так, это так вредительски айден показывает ещё и замок сломал джоди джоди здесь? да здесь, здесь долбаёб блять выноси ты дверь джоди эх вытащ а а Этан хочет исключить защитное поле что? зачем ему это делать? он спятил надеется вернуть свою семью надо ему помешать эгоист ебаный, хочешь к семье блять, присоединяйся да некую блять всех с собой тянуть защитное поле боже, он это сделал отключил да справишься и начинается жёсткий замес походу финальный блять судя по всему некуда больше финалити лан придётся видимо блять надавать по заднице видимо дфо нужно нужно всех кобыла замутить с райаном блять ну, типа, чтобы у них хоть какая-то там жизнь старости была блять да, кобыла, ты кого пихаешь блять? дай подсечку взрывушную подсечку может быть мы успеем почему мы одни? такая толпа народу бежала а в лифте мы одни едем они чё блять по лестнице шиманулись? а, ну да, по технике безопасности если пожар на лифте ты не едешь ты едешь ты что? ну да, вы убили особенно актуально для небоскребов ломан ну чё, какая сискатика последний раз я такую в доме видел в третьем доме цель не работает только ты можешь нас спаснуть токер свернулся в рублю поле избавься от этих чудовищ сейчас уйди с дороги от сосимые яйца, понял? вы должны вывезти меня отсюда дай ему въебуще о, да, блять все, ты стал мужчиной я подаю в отставку да? какой ты опасный мачо, блять наверное волосы на груди сразу выросли, да, такие? блять 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 так, где вы мне пистолет найти, чтобы заебинить этого, блять придурка хули не сейчас, а как мне пройти? а мне никуда надо у нас места в первый ряд наконец свет не работал конденсор не остановить и поле не включается ничего уже не сделано они даже негра грусти заебенили под конец игры есть еще один вариант безумцы проклятые блять вот это поворот этот чувак с нами две игры прошел блять грустный негр братан хе-хе-хе не будь тебе мемом Райан, не убили негра что это такое? переносное защиту что что сделали? убили негра убили ай-яй-яй-яй негра грустно вас замочили хуя у тебя броня как в кризисе все, валим, пускай военные сами свое дерьмо разгребают все, Райан уже не военный, знаешь что это? все равно что блять перейти с рэпа на чертушки и начать гнать на гангстеров сучка всегда знал что он мургер а Райан то блять нормалек типо он был бы бабой дал бы блять ну так уже иди короче не тупо хе-хе-хе ну в смысле был бы бабой ему бы Джуди дала я то бы и бабой бы ему не дал хе-хе-хе черное солнце в центре купола туда никто еще не входил так что неизвестно что нас там ждет сколько времени у нас будет до самоликвидации система не рассчитана на запуск вручную взрыв произойдет сразу же мы не вернемся да надо было его одного отправить ну его нахуй нет чувак если какое солнце будет взрываться то наша белая нахер нам ваши черные взрывы а и расстылся тема началась похоже зона конденсора сразу за этой дверью мы не одни нас пока не увидели это наш шанс боже надеюсь ты прав или наш поход в инфрамир быстро завершится а отряд не заметит потери бойца если это будет район Джонни не подходи к ним близко я думаю что айден не это не может привлекать их внимание они айден не может привлекать их внимание они 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 слепые потому что по моему героев отлично видно в данной ситуации стелс против привидений это самое такое говно которое можно было здесь сделать потому что блять они нас видят держиим потому что это тупо ну ладно конец ограничения все ну блять это плохая новость хорошее в том что это хотя бы не райан все дни тащи вы сука ты ж солдафон блять вы не должны своих бросать никто кроме нас тащи тащи его тащи а а а а а нет 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 хули ты не ткаешь блять скажи что нибудь на прощание прости прости принцесса дальше пойдете без меня чувак блять ты рано помираешь ты нам вообще ни хуя не помог я тебя тут не брошу давай мы хотя бы тебе взрыватели дадим ты как Майлс Дайсон блять скайнет снесешь к хуям это свое черное солнце или погибнут все он прав идем Джоди айден блять может исцелять напоминаю но да ладно раз забыл разработчик нам тоже незачем это помнить а нет можно что то я его не смог отремонтировать по моему мне даже не показали куда надо наводиться Айден сделал что смог да вылечил ему жопу может надо было ему голову лечить да Айден а да он жив он вон корчится Айден его спас но блять мы его с собой просто не потащим потому что это черные должны носить белых господ а не наоборот мы че блять на планете обезьян сука я вонючий этот вонючий пошли спас господ если бы я был наполовину черным мне бы можно было шутить про негров и про белых о вот оно идеальный юморист блять наполовину негра наполовину еврей блять можно стебать и тех и других блять ну поехали те слов никто не скажет я таки йоу так ну и сейчас видим будет финальный батл против очка вселенной сфинктер пытается сдуть их нахуй потоком воздуха желтого такого главное не чиркайте сжигалкой а то походу бомба нет а я знаю сейчас между кем и кем придется выбирать я знаю блять что за выбор сейчас будет только я вам не скажу а то блять скажу спойлер спойлер о негр грусти негр грусти в рай попал смотрите простите ты слышишь просто иди вперед не слушай кто это зомби блять кто хватай лопату бей их блять за влучши да летучий голландец не приплыл за ними они тут повсюду да ладно я знаю это ну и долго мы идем это кто мать ее мой мальчик я его потеряла ты его видела нет это кто то из хэви рейн это было бы пиздотая пасхалка да Она пытается найти Умершую карьеру Райана Гослинга Передозировка дерьмом Случилась Дерьмовыми фильмами А вот и видим Дефо Они не идут, хоть я их звал Прикнуть, обвинить Вы тут заблудились Эти души И ты Ты заблудился, потому что бежал от правды Я скучаю Я скучаю по ним Я уничтожу конденсор Хочешь помешать мне? Придется меня убить Да, вальнет, смотри, блядь Он же пизданутый, нахрен, на всю голову Айден, шмальни его с волыны, блядь Гады, а там нахер Ты меня не остановишь Ой, блядь, на нахуй Ты мне снова убили моих родных А если он будет мир от смерти Больше никто не будет страдать, как я Больше не хочет лишить ее близких Живые и мертвые Ну что, мразота А? Даже слушать твою хуйню не хочу, дурак, умри Да О, ну теперь ты сними, чувак О, вот так это работает, блядь Я же тебе говорю, шмальнися с волыны, блядь Третий раз Взял, шмальнул, все, об этом Наверху, может, конечно, и ни хуйня А, нет, нельзя Тогда тебя вниз Вниз Ну, конечно, блядь Ты накосипорила Исправлять я пойду Охуенно, блядь У нас тут, чё, блядь Стройка, что ли? Иди в пизду Брара, хуй Вечно, блядь Чертежей своих поначертят, блядь За умных А таджики сделать не могут Он нашел то, что искал Что, снимай, да ну, ёпта Захерачивай Аристократ, хуй Блэдь, белой рубашки с арикой А еще очки и одел интеллигент Ха-ха-ха Лишь, по-моему, ни хрена не приближаемся К самому оку Саурона, блядь Она, по-моему, на месте стоит Мы как Фродо несем кольцо А, черный змей Это черная медуза Упс Еще Один раз не контрабас Если бы тут как в гарке кувырок был Я бы уже, блядь, этого босса заебенев Ку-ты-е, сучка Ку-ты-е Блядь, вот сейчас вообще непонятно было, что хотели Ульяна, Райан, а гри ее на себя заебал, тампуй, блядь, культ пришел. Вот шикарный, без поясов мы выбрабатываем. Что? У меня защитное поле не работает. Что? Точно? Проверьте, нахуй. У тебя Айден защитное поле. Говорим тебе, не работай. Черт. Так, 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 надо что-то придумать. Да, забрать у Вильяма Дефо его ебаный пояс. О, сейчас он на нее оденет, смотрите, как трогать ее. На, у тебя больше шансов уничтожить солнце. Возьми его и иди. Нет, эти твари тебя сожрут. Надевай мой пояс и уничтожь конденсор. Да, нахуй с тобой спорить, натуре. Натуре, ты прав. Все, спасибо, иди нахуй, не трогай меня, блядь. Уходи, пока я не передумал. А что, можешь передумать еще? Нихуясе, блядь. Вот так вот принимает тебе подарки, блядь. Слушай, ну эта игра довольно странно развивалась в режиме ремикса. Как-то резко тут, блядь, наступила полная жопа, блядь. Ничего вроде беды не предвещало, блядь. Довольно странненький сюжет. Странненький. А если пропустить букву Т, то он будет сраненький. Что, в общем-то, тоже правда. Есть люди, которые Тэнни выговаривают? Они бы сказали, сюжет срановат. Срановат. Уже поздно. Давай, выгребай. Ты это хули тут делаешь, обаму, блядь, дорожчик? Воздух выдержат только те, только те, кто верит в себя. Да пошли жопу отсюда, суки. Блядь, дайте пройти-то уже, ёп. О, ей уже 16. О, чья-то жопец чей-то торчит, блядь, с подъюбочки. Только у нее там, блядь, трусы семейные, походу, подни садят. Батя, меня тошнит уже от твоих выдумок. На этот раз ты у меня получишь. Это что такое? Отдайте ребенка! Какой ненора! Покажите! Моя девочка! Мой мальчик! Боже, что происходит? Я не буду болезнеть! Тукуй обиде в войне не смогли бы... Мой сын! Покажите мне сына! Сейчас она его спасет, а сама умрет. Да? Так что ли? Погибший. Это альтернативная концовка режиссерской версии эффекта бабочки. Ну дайте посмотреть-то на это. Мы не могли расстаться. Наши души связаны. А ничего, что он перед тобой чайником машет. Я любила тебя. Не по-братски как-то. И ненавидела тоже. Ты был частью меня. Почему это звучит так, как будто они, блядь, прощаются? Ну, членчик Айдена успел мелькнуть в кадре, поэтому 18 с плюсом. Чё, блядь, при чём тут нахуй? Брат, не брат, был частью, не был частью. Чё это, блядь, к чему это всё было? Между двух миров. Чёрный и белый. Ну, чёрный наш, походу. Не, в пизду. На чёрный я не пойду. Чё-то там, блин. Там, наверное, негры правят, ебать. Это альтернативный мир. Та сторона. Другой мир. А, это все, кого я потерял. Стать ветром, звёздами, вселенной. Вечность с Айденом и теми, кого люблю. Ну да, чёрный это наша жизнь, наверное, блядь, имеется в виду, да? Вернуться к жизни. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я так и подумал сразу, блядь. Жить. Любить. Чувствовать. Давать. Стареть. Любить. Я столько ещё хочу сделать. Да. Налево-то я успею, да? Ну, блядь, всегда бы так выбирать давали. В раю бы вообще было пусто. Мир по ту сторону, жизнь. Так, а... В мир по ту сторону все попадут? Я так понял, что все. Тогда нахуй туда торопиться. Нужно ещё тут накосипорить как следует. Это, блядь, и есть тот морально-этический выбор глобальный, к которому приводит игра, блядь. Такой выбор стоит обычно перед какой-то малолетней девочкой, которая с разбитым сердцем лежит в ванне и думает, а вскрыться ей или нет, блядь. Она, наверное, вот такую же хуйню представляет, что там всё пизда-то уже наготовенькое, а здесь ей ещё мучиться, блядь, лет 30. Вопрос, блядь, в жизни и смерти, которую обещали разработчики, не раскрыт вообще никак. Блядь, это очеркни какие-то библейские фантазии. Хули его духи не сожрали без пояса, я не понял, обещали же, что тут ебут и режут всех, кто без счета. А, я понял, кого ебут, того не режут. Да, Рональда? И где мой интересный? Да, это даже глаз второй не потерял, в принципе, всё удачно. И начинается какой-то очередной саундтрек. Мазёвый. Айден, всё пиздец. Айден там остался, ему тут нахуй с тобой торчать не надо. Ты ж сама сказала. Джоди, мы живы. Айден? А теперь без Айдена стало страшно. А вдруг опять кто в баре присунуть захочет. Ну, чё ты ноешь, блядь. Сама ж сказала, что все духи попадают в инфрамир. Она ноет, потому что теперь она обычная тёлка, блядь. Каких вообще миллионы. Была особенная, да. Ну, а если бы я выбрал отправиться в тот мир, сейчас бы сидел один Криштиану Рональд и тут плакал, наверное. Всё, блядь. Других концовок нет. Даже непонятно, Нига умер или не умер. Походу не умер. Никто не умер, блядь. Сказка все живы остаются. И титры, да? Давай, Титрашвили. Чёрное солнце твою медь. Ага, так. Непройденный путь. Вы не ответили на признание Райана взаимностью или уклонились от ответа? Райан, блядь, вообще мало кому понравился в этой игре. Посмотрите на эту статистику. Блядь, следующего надо с меня рисовать. Я говорю, тогда 99% игроков дадут ему. Наверное. В щи. Выстерили Коула. 78%. Ну, он, видимо, всё-таки не поверил. Райан выжил в 88%. Вы выбрали жизнь в 81%. Как, блядь, много у нас людей жить хотят. Вы взяли деньги ЦРУ 69. Не разозлили Докинза и он напал. Вы разозлили Докинза и он напал на вас. А, 25%. Да, переговорщик из меня так себе. Вы отключили Чёрное солнце. А 5% людей не отключило Чёрное солнце? Блядь, как они это сделали? Они померли здесь, наверное, да? Потому что вряд ли есть такая концовка, где можно жить в мире духов. Ну, давайте посмотрим теперь финальные. Финальные кадры. Так, у нас есть охуенный дом у озера. Без интернета, телефона, телевизора, блядь. И моемся мы в реке в холодной. Пиписька Райна съёжилась ещё больше. Теперь она раньше... Она раньше была как МНДМС, а стала как рисинка, блядь. Я слишком долго пробыла на той стороне. И это разрушает мой разум. Стирает то, что осталось. Чё-то Эллен Пейдж тут приукрасили. Да, вспоминания перемешались. В жизни она хуже. Они медленно тают. Забываются, как сон поутру. Я не чувствую времени. Вы видели, да, какая тёлка стала? Пиздец. Уже не знаю, что было до, что после. У меня в голове всё происходит одновременно. Словно смотришь один и тот же фильм снова и снова по кругу. Шапка с футболкой, это как, я не знаю, блядь. Валенки с шортами. Молодец, картинок. Я днём и ночью всё записываю. Переношу свою жизнь на бумагу. Если я всё забуду, страницы заменят память. Чё, блядь? Это я вот такую жизнь, что ли, выбрал? Верните меня нахуй, блядь, в рай. Власти твёрдо намерены выяснить, что послужило причиной гибели 283-х человек на военной базе Пентагона. Представители руководства заявили, что работает рука об руку со следователями, сообща, пытаясь пролить свет на эту трагедию. В ЦРУ пока оставили меня в покое. Наверное, им сейчас не до того, спешат построить новый конденсер. Они ни за что не прекратят эксперименты. Теперь они знают, что на той стране. Если честно, мне наплевать. Мне нужно налаживать свою жизнь. Жизнь без Айдена. И без Райанна в итоге, да? Охуенно вообще. Сколько я себя помню, я мечтала пожить без него. Одна. Это у меня такая хуёвая концовка, или, блядь, все такие? Моя мечта сбылась. И как же я теперь несчастна. Как будто от меня отрезали кусок. Все время плачу. Знаю, это глупо. Я скучаю, понимал. А, негр... 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 Негриттос-то выжил, ёпта. Спам, спам, счета, счета. Блядь, я же черный, я все равно их не оплачу. О, что это? Письмишко накидали. Наверное, блядь, по кредиту счета прислали. Да? Я же негр, у меня должны быть кредиты. Батюшки. Рембрандт. Семнадцатый век до нашей эры, блядь. Сто процентов миллион долларов дадут. Я богатый нига, блядь, никто не... Моя прелесть. Я так богат, а никто не подозревает. Прошли месяц. Ну? Месяц, и ничего не делали. Заебись в Рим. Я очнулась. О. Пришла пора начать все заново. Строить новую жизнь. Давай. Иди работай, блядь, кассирший. Одна Зои Джей Райан. А кто такая Зои? Крайне ж на Райан. Это было очевидно. Ну, я индеец же. Райан хоть жизнью готов был пожертвовать. Индеец ей, блядь, и Жак какой-то подарил, блядь. Чтобы она убилась на нем нахуй без шлема где-нибудь по дороге. А, Зои, это же, блядь, проститутка суббота. Ну и нахуй мне ей помогать сама справиться. Инстинкт помог. Ой, а Райан сейчас с кобылой из какой-нибудь приедет. Вот это будет номер, блядь. Вот, сто процентов. Райан, я вот не понимаю, блядь. Че ты без овцы до сих пор? Ты точно, блядь, не задний привод, а? Проверь-ка, блядь. У него USB-шник там сзади не расшатанный. Микро там вообще USB или обычный уже? Че-то, блядь, он какой-то ебанутый. Прям вот весь, блядь, мир клином сошелся. Текстуры какие, блядь, отвратительные в этом поцелуе. Блядь, блядь, вот, сука, такие игры, как вот это, и фильмы, как Сумерки, учат малолетних пилоток о том, что, блядь, вот, сука, если какому-то пацану не дать, он будет за тобой гоняться, ебать, 6 лет, нахуй, ждать тебя всю свою жизнь. Френдзона вообще-то хорошо. Мы постарались уехать подальше. Да. Дальше откуда, от планеты? Я заново училась любить. Училась любить, ебаный пафос. Я училась доверять. Слышь, а слаботе учиться любить пацана, у которого нету яхты, а? Который не выглядит, блядь, как Криштиану Роналду. В общем, заново училась жить. Да, блядь, на яхте училась жить, нахуй. Мы не говорили об этом. Таки разве ж это жизнь? Иди на рынок, блядь, вещами торгуй. Вот там же туха, блядь. Как будто ничего не было. Потом сама заходишь этот мир уничтожить к херам собачьим. Так-то, конечно, блядь. Как будто того мира не существует. Ну, короче, тёлка в выигрыше осталась. Я ей, короче, подогнал пацана и яхту, блядь. По-моему, это хэппи-энд. Не знаю, если здесь концовка... Блядь, да они когда-нибудь закончат уже, нет? Не знаю, если здесь концовка лучше, но это хороша. Так, что они делают? О, неужели нам прокажут процесс отжарки? Естественно, Рональда здесь в роли девочки, которую надо уламывать и заваливать на затылок. Мы видим, что они уже костёр. Ну, два бревна потёрлись, хули. Естественно, огонь тут загорелся. Тут же. Отличная у него подошва. Я не понимаю, и нахуя они это нарисовали? Да, романтизм, ептенах. На нашей говнотечке так посиди, похуй, вай, от заката. Кокос, что ли? Айден подкинул, да, кокосик, типа, скажи ещё? Айден вернулся, да, типа, отдохнул от неё, блядь. Стил хир. Я всё ещё здесь, он говорит. Он просто сделал вид, что его нет? Так, чё же она, блядь? А, и он писать научился. Я видел, как вытро... Ну, теперь это полный фулл хэппи мазафака энд. Мне даже, блядь, не интересно, какие тут остальные концовки. Хотя я, блядь... Ну, ссылку под видео кто-нибудь кинет на все возможные концовки. Можете я и гляну, когда делать них любой. Надеюсь, все довольны, что я не завафлил никого из героев, а то, блядь, за ФБРовцы так многие переживали в Хеверине. Кошмар какой, блядь. Не прошёл на идеальную концовку. Показал на то, что, блядь, сюжет иногда бывает суров к главным героям. По ночам я вижу. Что это такое? Страшные вещи. Конец света случился. Я говорю себе, это просто кошмар. Но это неправда. Мы открыли ящик Пандоры и его уже не закроешь. Нет. Это не кошмар. Это скоро случится. Блядь, как хорошо, что они не стали делать вторую часть. Я умирала дважды. Смерть больше не пугает. Когда ты, блядь, дважды умирала? Первый раз тебя на вечеринке убило, это я помню. А, блин. Мемориан. Норманд Корбелл. Следующая vez? Эллен Пейдж. Боже мой. Я не боюсь, что я не знал. Блядь, а кто Криштиан Рональдов? Эллен Пейдж. В первую очередь, мы не вернемся к мне, мы не вернемся к нам. А, пиздец. А я так понимаю, что Криштиан Рональдов полностью полностью выдуманный персонаж. Кипа, блядь, полностью выдуманный, хотя он нихуя не выдуманный, конечно. Я, все же, это, ебаный Криштиан Рональдов. Ну, я шутю, на самом деле, это он нихуя не Криштиан Рональдов, но, блядь, сходство-то у него пиздец, как я с ним. Ладно, короче, чуваки, игра на самом деле, блядь, не так затянула, как Heavy Rain. Heavy Rain-то, блядь, игра на порядок выше, чем все-таки, да? Здесь интересное начало, но продолжение что-то лютое, какая-то не очень. Вот, но все равно было местами очень даже интересно, а главное, играть не напряжно. А это главное. Все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и ждите until, мать его, даун.